Привет, ребятки. И сразу скажу, что я проебался. Я записал футажи для этой части, но благополучно их удалил сразу после того, как записал. Ну, такой вот я у вас альтернативно пизданутый дебич. Но это не беда, я всё перепрошёл, но при повторном прохождении не показывали некоторые кассцены. Ёбаный рот этого казино, блядь. А поэтому я сделал то, что должен был. А именно, пошёл на ютуб и своровал недостающие фрагменты. Поэтому не пугайтесь, если некоторые кассцены будут отличаться по качеству картинки от моего геймплея. Так надо. Ваш отец вор. Футажи, которые я своровал, я отмечу этим почётным знаком вора. Что указать вам? Ну а канал, с которого я их спиздил, будет в описании. Вроде бы всё честно. Плохо, что ли? Хорошо. Ну а вы на канале Брена. С вами Брен. Приятного просмотра. Начинается всё с того, что Гуталин отдаёт нам Шэн Бяо. Он же дротик на верёвке. Его чертёж, кстати, колониальным ассасинам передала Шао Юн. Протагонист Assassin's Creed Chronicles China. В гости приходит наш старый друг по племени, Ганна Доган. Тот самый пухляш, которого мы вначале обучали бегать по деревьям. Он сообщает, что нашу деревню пытаются продать без ведома местных. Он называет нам имя, ответственного за такую подливу. И Конор втыкает топор в столб дома, объявляя тем самым свой военный поход на тамплиеров. В Бостоне находим Сэма Адамса и просим его помочь нам в поисках Уильяма Джонсона. И по дороге мы ведём диалог о свободе народа. Приятно видеть, что люди наконец-то восстали против несправедливости. Сказал человек, у которого есть раб. Ха, кто? Сари? Мои слова не расходятся с делом. Она свободная женщина. Хотя бы на бумаге. Взгляды людей изменить сложнее. Увы, несмотря на прогресс, мы цепляемся за это варварство. И натыкаемся на сцену, когда мужика докапываются красные мундиры. Хватит болтать языком! Живо открывайте дверь или её выбьют! А! А, чёрт, мы заходим! И мы, конечно, вписываемся за него. С ним мы ещё встретимся позже. А сейчас надо присоединиться к Сэму в таверне. В таверне мы опять встречаемся с Сэмом и Уильямом Молино. А таверной заправляет Стефан, тот самый мужик, которому мы помогли порубить англичан. Нам поручают отправиться в порт и уничтожить чай, которым торгует Уильям Джонсон. Сделав пару бабахов, мы возвращаемся в таверну. В ней мы застаём взбешенного Стефана. Его кто-то ограбил. И, схватив мясницкий тесак, он идёт возвращать своё имущество. На рынке мы находим того, кто виновен в ограблении Стефана. Я должен сказать Джонсону, что его чай вдруг взял и сам сгорел. Вздор. Кто-то за этим стоит. И ты выяснишь, кто. А не сможешь, я тебя пристрелю и найду шавку умнее. И он прорубает бедолаге ключицу. За что? У вас нет права грабить людей. Даже по указу парламента. Какой парламент? Я работаю на Уильяма Джонсона. Джонсона? Прикончить его без шума. Прошу. На крыше мы общаемся со Стефаном и принимаем его рекордом в братство. Теперь у нас появилась возможность вызывать братьев по оружию сражаться за нас. И каждый из них это уникальный персонаж со своим вооружением и способностью. Далее мы отправляемся к Сэму. Наш план все такой же. Уничтожить чай Джонсона. Ночью приходим в порт и начинаем скидывать груз в воду и отбиваться от солдатни. Итогом наших действий становятся неодобрительные взгляды тамплиеров и самого Джонсона. Встречаемся с Ахиллесом в поместье и рассказываем, что мы разорили чайную империю Джонсона, но не убили его. Ахиллес же верно замечает, что наши действия хоть и нанесли удар по тамплиерам, но недостаточны, чтобы спасти нашу землю. После в дом врывается Ганадоган и сообщает, что Джонсон готов прямо сейчас купить землю Ганьягэха. И вместе с нашим соплеменником мы выдвигаемся за головой Джонсона. Скрытно пробравшись к месту переговоров англичан с нашим племенем, а если быть точнее не переговоров, а рэкета. Ты чё так базаришь, а? Где беспредел? Где беспредел? В итоге мы прерываем жизнь нашей первой цели. Джонсон же ведает Коннору, что он хотел купить эту землю лишь для того, чтобы защитить их. О нет! Что ты наделал? Покончил с вашими планами. Тамплиеры хотят получить эти земли. Да, чтобы защищать их. Думаешь, король Георг ночами не спит? Думая о своих подданных индейцах. Или жители Бостона беспокоятся о них? Конечно. Колонисты рады торговать, когда они нуждаются в еде, убежище или в чём-то для армии. Это и было его мотивацией. Коннор стоит перед портретами своих врагов и рассуждает о том, что он не испытывает ни зла, ни ярости к своим врагам. Только лишь жалость. Вот и всё. И хорошо. К жертвам нельзя относиться легко. Это мой долг. Перед моим народом и перед теми, кого Джонсон ещё сгубил бы. Это начало. Чтобы избавиться от гнёта тамплиеров, нужно убить их всех. Даже твоего отца. Я знаю. Веришь ли ты сам? К дому приходит посыльный с письмом от Пола Ривьера. Одного из членов Сынов Свободы. И нет, это не байкерский клуб. Это организация патриотов, которая занималась подрывной деятельностью, направленную на колониальную власть Англии. Коннор хотел было отказаться от предложения, но от него невозможно было отказаться. Ведь Ривьер упомянул в письме нашу следующую цель. Джона Питкерна. Советую передумать. Тут упоминается Джон Питкерн. Куда ехать? Прибыв в дом Ривьера, мы узнаём, что Питкерн готовит атаку на Лексингтон. Вы писали, что Джон Питкерн здесь? Да. Он готовит атаку на Лексингтон. Где укрылись Адамс и Хэнкок. Потом он двинется на Конкорд. И он просит нашей помощи. С этим мерзким молодым человеком Мы направляемся в поселение, чтобы предупредить наших сторонников о приближающейся армии Питкерна. Дайте всем знать, что британцы идут на Лексингтон и Конкорд. И во время визита в один из домов на нас нападают из засады. Далее нас просят остаться и помочь в обороне Лексингтона. Пока остальные сыны свободы покидают горячую точку. Мы приходим к Джону Паркеру и во время пиздеца он отправляет нас к Джеймсу Барретту в Конкорд. Сложить оружие, разойдись! Какого черта вы делаете? Назад! Стоять! Крусы! Предатели! Они не вернутся. Придется обходиться тем, что есть. Мне не нужны советы. Стреляйте! Стреляйте! Езжайте в Конкорд! Предупредите всех! Это... Покажите командиру! Должен быть человек по имени Джеймс Барретт! Езжайте! Барретт встречает нас холодно, но получив рекомендации, ставит нас командовать минитменами. Паркер считает, что вы не совсем безнадежны. Значит, возможно, сумеете для меня кое-что сделать. Когда начнется бой, мы должны удержать те позиции. Это ключ к обороне Конкорда. Славные ребята. Но не солдаты. Им нужен опытный командир. Возьмете это на себя? Наша задача состоит в том, чтобы вовремя командовать Пли. После обороны Джон Питкерн со своими солдатами отступает в тыл. А мы возвращаемся к Барретту. Как вы думаете, где Питкерн? Уполз зализывать раны в объятиях Британии. И задумывать новые преступления. Нужно найти его. Сколько еще людей умрут, пока я жду? Выше нос, друг. Сколько сегодня выжило, благодаря вам? Да, но они... После мы оказываемся в Филадельфии, на Втором Континентальном Конгрессе. Именно здесь Джордж Вашингтон стал главнокомандующим Континентальной Армии. Хотя на это место метил Ли. Да, никто лучше него не годится на этот пост. Я хочу заверить Конгресс, что никакое вознаграждение не могло бы исполнить меня обвинять. Это колоссальное время. Мы знакомы? В самом деле, откуда вам поручить? Идемте, Коннор, я хочу вас представить. Нас представляют Вашингтону, но пообщаться нам толком не удалось. Прошу прощения, но я должен поговорить с Чарльзом. Похоже, он не слишком доволен тем, что его обошли. Адамс отправляет нас к Израилю Паттнему. Он в данный момент воюет с армией Питкерна. И мы ему поможем в этой битве. Встречаемся с Израилем на поле боя, где мы можем своими глазами увидеть все ужасы войны. Наших солдат обстреливают с кораблей. И наша задача остановить это безобразие. Паттнем не очень уверен в нашем успехе. Пока этот корабль продолжит обстрелить, нам его не вымонить. Ну и палок в колеса не ставит. В одно лицо нам придется разделаться с двумя кораблями англичан. И мы успешно проводим диверсию и подаем сигнал нашим союзникам. После возвращаемся к Израилю в момент, когда он толкает речь перед своими солдатами. Отличная речь. Теперь наша задача добраться до Питкерна. Через поле боя, где стреляют и наши, и противники. От укрытия к укрытию. А учитывая, что я старался проходить, выполняя все второстепенные задачи, а она здесь в том, чтобы ни разу не получить урона от пуль, я переигрывал этот момент раз 10. Но в конце концов мы прорываемся за линию фронта. И оказываемся во вражеском лагере, где нам нужно устранить Питкерна. И метким прыжком с флагштока мы прерываем его жизнь. И тут выясняется, что Питкерн хотел переговоров. Но ни одна сторона конфликта, увы, этого не хотела. И получилось то, что получилось. Куча трупов и поломанных судеб. Сложат оружие. Нужно прекратить войну. Почему они, а не британцы? Думаете, мы не просили британцев о том же? На все нужно время. И все бы удалось, если бы я сыграл свою роль. Роль кукловода. Лучше нам дергать за нити, чем им. Нет, нити надо оборвать. И всех освободить. Да. И всех поселить в воздушных замках. Ты убиваешь, как мужчина. Но говоришь, как дитя. Сколько еще умрет из-за тебя? А все по факту ради одного важного стратегического холма. Но в письме, которое мы забрали у Питкерна, написаны планы тамплиеров. И следующий их шаг. Убить Вашингтона. Мы переносимся в поместье, где у Коннора опять завязывается спор с Ахиллесом. Приятно слышать от того, кто считал мою войну глупой. Я и теперь так считаю. Но это не мешает мне гордиться твоими успехами. А тебе-то с чего гордиться? И все бы продолжалось, как обычно, если бы не одно но. Но в виде Бенджамина Толмиджа. И он может помочь нам со спасением Вашингтона. Наш путь лежит в Нью-Йорк. В Нью-Йорке есть проблема. И проблема это фальшивые деньги. На самом деле там и без этого проблем хватает. Например, черная смерть. Но кому это интересно. На рынке мы видим, как один подозрительный чел пытается расплатиться с торговцем фальшивками. Следуем за ним. И тут у меня горит жопа с ремастера. В заключительном этапе этого задания нам нужно подслушать разговор двух уебанов на ходу. И в конце они останавливаются в таком месте, где от них невозможно спрятаться. И мне пришлось крутить вертеть свой хуй, чтобы найти такую комбинацию передвижений, чтобы меня не было видно и я мог подслушать разговор до конца беспалево. В итоге мы выходим на Томаса Хики и бросаемся за ним в погоню. По итогу которой нас обоих прячут в тюрячку. А вы знаете, что делают в тюрячке? Ну вы явно знаете, что делают в тюрячке. В заключении мы встречаемся с Ли. И с батей. Но отец на нас со внимания не обращает. Но вот Ли наоборот. Хики же, хоть и выводят из общих камер, но из тюрьмы пока не освобождают, так как на него повесили попытку организовать убийство Вашингтона. Наши соседи по камере обсуждают одного сидельца, который явно готовит побег. Находим Мейсона во внутреннем дворике и договариваемся с ним о побеге за партии игры в шашки. Ключ, который он сделал, у него, увы, украли. Быстренько возвращаем ключ. А ключ на самом деле это просто фальшивка. Это не ключ от всей тюрьмы. Его нам нужно подкинуть надзирателю в обмен на его настоящий ключ. Но для начала нам нужно попасть в яму для особо буйных, чтобы подобраться к надзирателю. И для этого мы устраиваем бойню, по итогу которой нас кидают в карцер, где мы и подмениваем ключ. Мы проходим в корпус, где содержат хики. И нам нужно его убрать. Но в его камере мы находим лишь бездыханный труп. Нас переиграли как дешевку. Нам грозит виселица. И тут Ли вспоминает нас. Тогда давно. Ребенок в лесу. Это ты? И я нашел тебя. Да, нашел. Но совсем не так, как ты ожидал, я угадал. Всего этого можно было избежать, если бы ты меня послушал. Прошлое не вернешь. На утро нас выводят на плаху. И по сценарию у Конора должны быть завязаны руки. Но из-за бага они чудесным образом развязались. И хоть мы и идем на плаху, но не все так печально. Ахиллес здесь и он готов помочь нам. После того, как казнь пошла не по плану, мы в слоумо мчимся за хики. Нам нужно помешать ему убить Вашингтона. И сделав это, хики даже не раскаивается. Ему вообще не интересны тамплиеры и прочие вот эти вот таинства. Ему нужны были лишь пиво в одной руке, да бабья теська в другой. На помощь нам приходит Израиль. И останавливает наш расстрел на месте. Этот парень герой! Но Вашингтон все еще находится в опасности. И нам срочно нужно с ним встретиться. В Филадельфии мы застаем наших товарищей за подписанием декларации о независимости. Но только не Вашингтона. Он уехал в Нью-Йорк. Тем временем Шон нашел новую батарейку. И наш путь теперь лежит в Бразилию. На стадионе проходит бой. Ну какое-то спортивное мероприятие. И на нем присутствует одна особа. Жена крутого магната. И от ее браслета исходит сигнал, который мы ищем. Пробираемся через охрану по трущобам. И в итоге оказываемся у вип-ложи. Но мы опоздали. Кросс опередил нас. И опять получает от нас пиздюлей. И тут я услышал нечто знакомое и греющее душу. Возвращаемся в храм и устанавливаем аккумулятор на место. И с нами снова выходит на связь Юнона. Сейчас она рассказывает нам про своего мужа, который принес себя в жертву в надежде на спасение расы предтечей. Мы решили измениться сами. Чтобы выжить в мире, ставшем смертельным. Аида вызвался первым из добровольцев. Аида. Мой муж. Моя любовь. Опыт изменил его. Разрушен. Он стал заложником машин. Дело могло выжить. Но разум его стал хрупок. Он умолял о смерти. Дни. Недели. Месяцы. Я просила дать нам время. Найти другой способ. Другого не было. Ни для него. Ни для нас. А на этом у меня все. Ну и как обычно, ребят. Лайк, подписка, колокольчик. Не морозьте свой дудончик. Оставляйте свои комментарии. И до скорых встреч на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok